Вчера, 9 марта, знаменитая на всю Россию и любимая всеми нашими школьниками игра Браво Старс покинула российский рынок. Так восстановят еще, че ты, ненадолго это. Компания разработчик Supercell объявила об этом на своих официальных ресурсах. Все игры этих разработчиков отныне недоступны игрокам из России и Белоруссии. А конкретно Clash of Clans, Clash Royale и некоторые другие менее известные проекты. В связи с этим, огромное количество игроков буквально бомбанули на разработчиков и, держась за головы, начали переживать за жизнь собственных аккаунтов в этих играх. Что будет дальше? Как играть? Или все многолетние труды и фармкубков пошли на смарку? Другой, не менее важный вопрос. А что будет с другими играми? Прямо сейчас я хотел бы рассказать вам о том, что творится на игровом рынке и что всех нас, обычных игроков, будет ждать в ближайшем будущем. Удалят ли наши любимые игры из магазинов Google Play и App Store? Как это случилось с Браво Старсом? Или все это просто обычная паника и волноваться нам не стоит? Давайте разбираться. Блять, простите меня за мой суперзерошенный вид, только проснулся и сразу записываю ролик. Сказать, что в мире происходит тотальный пиздец, это не сказать ничего. Огромное количество компаний и брендов прямо сейчас покидают Россию. Список компаний, которые свернули свою деятельность в России, огромный, и он пополняется ежедневно. Не обошелся без потерь в игровой индустрии. Прямо сейчас такие гиганты, как Sony или Nintendo, тоже решили прекратить свою деятельность. Например, магазин eShop, где игроки приобретали игры на Switch, уже несколько дней как не работает. Игроки просто не могут в него зайти. То же самое касается и магазина Sony, PS Store, который приостановил свою деятельность в нашей стране. Сегодня купить здесь игры невозможно. То же самое касается и Xbox, и даже Steam, где купить игры при помощи привычных способов оплаты у вас просто не получится. Некоторые разработчики игры вовсе остановили все свои продажи. С рынка ушли, например, CD Projekt Red, которые являются авторами Ведьмака и Киберпанка. Или разработчики долгожданного Сталкера. Прямо сейчас они остановили все свои продажи для россиян. Купить Сталкера или Ведьмака, или Киберпанк нам просто больше нельзя. Это пиздец. Разработчики Fortnite, Epic Games, запретили россиянам донатить Fortnite. Вы не сможете купить, например, новый пропуск. Или просто банально задонатить на игровую валюту. А некоторые разработчики на фоне шумихи и вовсе стали устанавливать ценники на свои проекты с колоссальными суммами. Например, эту никому не нужную хуйню раздают за 14 миллионов рублей. Что блять? Activision Blizzard и EA решили заблокировать доступ к собственным играм на территории России в будущем. Даже если вы купили игры от этих разработчиков, то поиграть в них уже совсем скоро вы больше не сможете. Что касается мобильных игр, то там тоже происходит тотальный пиздец. Например, Google запретил покупать игры на их площадках. Скачивать отныне можно только бесплатные игры. Платные проекты купить больше нельзя. С мобильного рынка уже ушли такие гиганты, как Minecraft и тот же самый Brawl Stars. Закрывается доступ к играм от Electronic Arts. Это вот все эти проекты. В эти игры вы не сможете совсем скоро поиграть. Уходят разработчики из Warner Brothers. Мобильная Mortal Kombat скоро будет недоступна. Уже ушли с рынка авторы легендарной Angry Birds. Игра прямо сейчас недоступна российским пользователям. И список всех этих ограничений растет с каждым новым днем. Прямо сейчас огромное количество пользователей переживают за жизнь своих любимых игровых проектов. Что будет с нашим любимым Free Fire, PUBG или Call of Duty? С уверенностью можно сказать, что их ждет то же самое. Так как страны, где базируются эти игры, уже вводят против нашей страны экономические санкции, их проекты на 99% будут заморожены на территории России и Белоруссии. Сингапур, который относится к Гарена, и Южная Корея, который относится к New State, ввели санкции против России. В том числе и против российских банков. То, что игроки Free Fire и PUBG New State больше не смогут донатить в эти игры, это уже 100%. Мобильная Call of Duty принадлежит Activision, который уже ограничил доступ к своим проектам. А значит, в самое ближайшее время и мобильная колда может покинуть российский рынок. Все это лишь вопрос времени. По поводу PUBG Mobile пока что ничего не известно. С одной стороны, Китай полностью поддерживает Россию. С другой стороны, мобильный PUBG не полностью принадлежит Китаю. Большая доля есть и у тех же корейцев, которые вводят против нашей страны санкции. Риск удаления PUBG все же имеется. Под ударом прямо сейчас абсолютно все мобильные проекты. И Free Fire, и Call of Duty, и New State, и PUBG. Абсолютно все игры прямо сейчас могут уйти с российского рынка, как это сделали другие проекты. Все, что нам сейчас остается, это лишь ждать и надеяться на лучший исход. В своем телеграм-канале я прямо сейчас делюсь всей актуальной информацией. Подписывайтесь на него обязательно и будьте в курсе всех новых ограничений. Будем с вами на связи. Ссылочка на мой телеграм-канал есть в описании и в закрепленном комментарии. И, конечно, пишите в комментариях под этим видео, что думаете по поводу всей этой ситуации и шумихи вокруг игр. Как вы думаете, что ждет наши любимые игры в ближайшем будущем? Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Субтитры создавал DimaTorzok